Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами поговорим о такой игре, как Need for Speed. Ну а если быть более точным, то о таком типе гона, как Drag Racing. Этот тип гонок является довольно-таки популярным в NFS, хотя появился он в игре только в седьмой части. И как раз таки в этом ролике я предлагаю всю эту серию Need for Speed вспомнить, как раз таки те игры, где был задействован Drag Racing. Кому-то поностальгировать вспомнить и пролить скупую мужскую слезу, а кто не видел старый Need for Speed, то для тех познакомиться, как эти гонки выглядели раньше. Итак, первый Drag Racing появился в Need for Speed 7 или же Underground. Сразу этот тип гонок получил большую популярность, тут еще подогревал эффект недавно вышедший в фильм «Форсаж». Заезд состоял всего из одной гонки, где выявлялся один победитель из четырех гонщиков. Катаемся мы по ночному городу, где наша цель не только победить, но и смотреть, чтобы не врезались. Трафик, который едет нам навстречу, с нами в одной полосе, на различных перекрестках. Кроме того, объезжаются различные барьеры. Следующая игра, в которой появился подобный тип гонок, это был не Форспид, а Underground 2. В принципе, здесь практически ничего не изменилось. То есть, все так же, чтобы победить в гонке, нам надо было выиграть всего в одном заезде. Хотя, порой изменений здесь было. То есть, в игре немножко изменилась система закиси азота. То есть, во время гонки мы могли себе восполнять баллон. Само собой, не исключение и Drag Racing. То есть, находимся в полете, баллон восполняется. Едем за противником, баллон восполняется. На старте по выпендереглись, баллон восполняется. Что давало возможность загнать по трассе еще быстрее. Следующая игра, это Need for Speed Most Wanted. В этой игре трассы стали совсем не короткими. А самое главное, что они уже были предельно непрямыми. При этом, на этих трассах встречалось немало количество трафика. И при виде которых, нам надо было моментально принимать решение, куда и как поворачивать. Благо, в игре присутствовал режим замедления времени. И в некоторых случаях, в частности, конечно же, режим кампании. Он нам неплохо помогал. Следующая игра, это был Need for Speed Pro Street. Тут система гонок немножко поменялась. Для того, чтобы победить в гонке, нам надо было показать лучшее время в одном из трех заездов. И кто, само собой, лучшее время показывает среди этих трех заездов, того и победа. Перед стартом гонки нам давалось время на прогрев. Для того, чтобы улучшить цепление с трассой. Что, в свою очередь, тоже увеличило шансы на победу. Далее был Need for Speed World. Правда, там драйк рейсинг появился довольно-таки поздно. Практически прямо перед закрытием этой игры. И здесь, чтобы победить в гонке, нам надо было выиграть всего лишь в одном заезде. И тут даже были такие трассы, в которых могло принимать участие до шести гонщиков. И в этой игре были два фактора, которые влияли на победу. Во-первых, само собой, наш скилл. А второй фактор, это настройка машины. Так как здесь были бустеры, которые позволяли разгонять быстрее машину. Следующая игра, это Need for Speed Shift 2 Unleashed. И в этой игре, на всякий случай, с моей точки зрения, драйк рейсинг был реализован самым примитивным способом. Ну, во-первых, в этой игре был акцент на спортивной гонке. В общем, что-то подобное, что было сделано в Pro Street. Но здесь как-то было сделано всё корявенько и ущербно. Здесь мы ехали прямо по выделенной трассе, но при этом одновременно соревновалось четыре гонщика. Ну и, естественно, побеждает тот, кто первый. Ну и последняя игра на данном момент времени из серии Need for Speed, где задействован был драйк рейсинг, это Need for Speed Payback. А это значит, что мы уже видим современный Need for Speed. И тут нам уже дают возможность посоревноваться напрямых. Почему современный Need for Speed? Потому что линейку шифтов, Need for Speed шифтов, я за Need for Speed даже не считаю. А по мне, довольно-таки достойные драйки были в Most Wanted, а также в World. А вот здесь как раз-таки тот драйк рейсинг, который был изначально в том же Need for Speed Underground. По трассам, с трафиком, ну и, конечно же, с отличной графикой. Так что вот, дорогие друзья, пока в семи играх из серии Need for Speed был замечен драйк рейсинг. А в какой игре вам больше он понравился, какой меньше, пишите в комментарии под роликом. Также можете принять участие в опросе, что касается Need for Speed и именно драйк рейсинга, непосредственно в моей группе ВКонтакте, чтобы выявить, в какой игре он был реализован лучшим способом. Ссылка на опросник будет находиться в описании под роликом, а также в одном из комментариях под ним же. Так что голосуйте, мне будет приятно. Ну, на этом моменте я с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр, ну и играйте только в хорошие игры. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока.